Война пришла уже с Антониной Лукиной в день Ена Раджэння. Она изъявилась на свет в лютым 42-го, в вёсце-жидице Дзямидовского района Смоленской области. Немцы тогда уже оккупировали эту территорию России. До дома же Антонина Фёдоровна не памятная этого часу, а лишь ведая про его по поведах мати. Немцы шли через Смоленск, шли на Москву. И наша деревня как раз была такая, на трассе она стояла вся между двумя такими большими районными городами Смоленщини. И вот всё время и шли так, что вот я вечером родилась, а немцы стояли с одной стороны деревни, а с другой стороны наши. А утром они пошли вперёд, они пошли вперёд и, конечно, прогоняли наших, а всех людей из деревни загнали в сарай там где-то. Собирали всех, убирали людей для того, чтобы, так сказать, освободиться, чтобы не было там партизан, чтобы никто не остался. Так, наверное, было всегда. И не знали, что сделать со мной, поскольку я только родилась. То вот вечером отец мамы, дедушка Иванович, и шёл меня посмотреть. Но всё простреливалось. И он, конечно, как ни старался пройти, но его убили. Он не дошёл до нас. А утром уже, значит, всех собрали в сарай. И вот не знали, что делать. И вот другой, вот отец, мой дедушка, отец, значит, отца, он думал, думал и сказал, что нет, давайте её оставим дома. Потому что это ж февраль, холодно было очень, снегу много было, всего было много. Ну и оставили меня, значит, на печи вот. И так я двое суток пролежала, пока не вернули, пока не пришла, наверное, новая партия немцев. И тогда только освободили. И тогда меня нашли, немцы нашли меня на печи и вот вынесли меня. Ну и отчитывали ещё женщину, которая бросила своего ребёнка. Увёзца Антонина Фёдоровна жила с матью, братом и свояками батьки. И он же воевал, пошёл на фронт у червя не 41-го. Его часть отступала под Вязьмой и Ярцевом, взявши накерунок на Беларусь. У липени 42-го у Ивенецким районе Фёдор Лукин долучился до партизанского отрада имя Чапаева, у яким застався до липеня 44-го года. Он был и командир подрывной группы, командир подрывного взвода, заместитель командира отряда. Он воспитывал этих самых тоже подрывников и очень много делал из всего того, что вот можно было. Получил какие-то вот награды, он и в том числе был представлен званием Героя Советского Союза и к ордену Ленина. Но почему-то, даже когда вот такие вот потом обращались в архив, спрашивали почему, но никто так и не знал почему, потому что отказа в этом вроде бы не было, но и, так сказать, он и не получил вот этого ордена. У знагородец Фёдора Лукина, как позднее высветлила его дочка, было за что. Как командир подрывного взвода, он выхавал и научил секретам подрывной справы больше за полтора десятка человек. На его особистым рахунку 15 спущенных под отхон ворожих эшалонов, 5 подорванных машин и 64 вагоны, 3 чугуночные мосты и 85 чугуночных рейек. Фёдор Лукин удельничал в разгроме четырех бойных гарнизонов полиции в Рубежевичах, Вишнево, Яромичах и Турции. Два первые населенные пункты находились на территории Минской в области, а два остатние – Гродинской. Знайсти больше информации про военные минулые батьки Антонине Фёдоровне допомогла супрацовник Лицкого и историкам Остатского музея Анастасия Колодяжная. Был приказ, когда на Курской дуге нашу победили, и вот тогда появилось задание, что все партизаны должны сделать партизанский салют. И вот им, имени Чапаева, и в том числе и отцу было представлено задание на 10 километров железной дороги поднять вот этот вот, так сказать, устроить салют. И вот они, у него там, я говорю, было вот 15 человек, он сам воспитал таких, которых научил и которые тоже самостоятельно могли это делать. Но это они пошли на эти 10 километров и вот заложили везде вот эти вот, так сказать, бомбы с бигфордовым шнуром. Ну и когда появился уже салют, что можно взрывать, вот тогда сразу все взорвали. Это был такой салют, настоящий, так сказать, партизанский салют в честь победы на Курской дуге. После войны Федор Лукин вернулся на Смоленщину, але потом переехал в Беларусь. С початку с женкой, а после они забрали и детей. Налитшину он приехал из Вороновского района, где працавал начальником пашпортного стола у отдела внутренних справ. В нашем регионе с его имем связано будовництво у Даржах и льно завода. В 68-м годе Федор Петрович узнавал его. Он был очень такой человек, очень отзывчивый на все. Он действительно очень помогал. Он для себя, для семьи, может быть, знал очень мало или почти ничего не делал для семьи. Но вот для соседей, для того, для кого нужно было, он всегда все делал так, как надо. И вообще он был такой романтик. Он любил природу, он и в лес ходил, и грибов приносил, и за ягодами там ходил, и все. И очень часто он не просто сам, не просто один, а это делал вместе с коллективом. Когда у него там на заводе уже дали ему такую машину, ну такой вроде, как сейчас эти самые небольшие машины. И вот он собирал людей, и ездили за грибами в выходной день, ездили там за ягодами куда-то. И всегда было весело и интересно. На экскурсии очень много ездил, на разные, он людей организовывал. На одну из таких экскурсий даже я взяла меня. Это мы ездили в Юрмалу, в Юрмале ночевали там где-то на улице, где-то там палатки ставили. Потом в Риге были, все посмотрели. На концерт ходили, на органной музыке, потом в концлагерь, которые были. В общем, посмотрели очень многое. Это вот я один раз. А он и кроме этого, вот он был такой романтик, ему надо было все знать, все видеть. Антонина Федоровна никогда не забудет родный дом, который был полным гостей в час разных свят. Я ее бацказа все-таки хотел рухаться и захвачивал до этого инших. Коли вышел на заслуженный отпочинок, еще год працавал наместником директора льнозавода. Федора Лукина не стала амаль 28 годов тому, аля память про его засталася.